Техническое состояние домов На основе детального анализа технического состояния паспортов, восстановленных технического состояния дома, определены сетевые графики выполнения ремонтных работ. Эта документация не носит закрытого характера, она открыта как для собственников, так и нанимателей жилого фонда и позволяет оценить как последовательность действий, так и принять участие в обсуждении плана проведения текущих и капитальных ремонтов на каждом доме. Принципиально очень важный вопрос, который задают и журналисты, и горожане, а что будет являться источником проведения текущих ремонтов? Означает ли реализация этой программы резкое изменение тарифной политики? По этому поводу нужно разговаривать предметно по каждому дому, потому что тарифы разные. И 13 рублей, и 18, и 22 рубля есть. Но в каждом случае выбор остается за собственниками жилья и за муниципалитетом. Условно говоря, и программа ремонтов может быть основана на тарифной политике в 13 рублей, текущие ремонты проводятся. И по тому же дому при положительном решении собственников программа может быть построена, исходя из процента собираемости не 87, как это сейчас, а 95, 97 процентов собираемости и тариф 18 рублей. То есть выбор остается за жильцами. Значит, здесь учтено все. Здесь комплекс действительно мер, начиная, так сказать, с благоустройства территории, детские, спортивные городки, до крыш, подвалы, подъезды, включая мероприятия по энергоосбережению, энергоэффективности. Далее, мы с вами прекрасно знаем, что тарифная ситуация, она такова, как сказал Юрий Александрович, что некоторым тарифам 4, 5 и более лет. Исходя из этого, мы сегодня находимся в рамках 15-го года, говорим о 16-м годах и 17-м годах. Значит, мы понимаем, что реально оцениваем дефицит средств. Мы реально понимаем, значит, какие показатели роста собираемости мы должны выйти в самое ближайшее время, не меньше 95 процентов. При этом, значит, анализируя дефицит, анализируя также ситуацию, которую только что сказал Юрий Александрович, об участии, финансовом участии в доле муниципальной, значит, пока по ремонту ситуация выглядит следующим образом. Ну, например, взять среднестатистический дом Тимохина 7, на который мы, коллеги с вами, не так давно были, смотрели. Значит, если к тарифу необходимо с жителями провести собрание и проголосовать такие мероприятия, как ремонт для домовой территории именно дорожного покрытия, детские городки, спортивные городки, значит, так сказать, приведение в соответствии контейнерной площадки по, значит, вывозу мусора, то это получается, с учетом даже ремонта крыши самочастичного, это получается удорожание квитанции, опережая ваши вопросы, будет 500-530 рублей. Вот такой туры. Значит, при условии, что да, мы в тарифе надлежащим образом, качественном, значит, мы, кстати, вводим новые стандарты качества с этой программы, комплексные, они будут до вас доведены так же, значит, этих стандартов не может, не сможет себе позволить в частности, это управление с учетом ресурсной части, который мы располагаем.